В Центре культуры Родина чествовали тех, кто днём и ночью стоит на защите населения от чрезвычайных ситуаций. Это те люди, которые, рискуя собственными жизнями, приходят на помощь в беде. Сотрудники МЧС. Вы первые принимаете экстренные решения и правильно и грамотно их выполняете. От принятых решений зависит жизнь многих людей. И вы своим трудом и профессионализмом смогли это сделать. Об этом говорят и цифры, и об этом говорят важные работы. Спасибо вам за ту работу, которую сегодня вы делаете. Она сегодня очень нужна людям, нашему муниципальному образованию. По итогам года лучшим представителям спасательных служб и сотрудникам ведомств, которые оказывали содействие органам МЧС, были вручены почётные грамоты, благодарности главы и совета города-курорта, а также памятные знаки и ценные подарки. Минутой молчания и возложением цветочной корзины к мемориалу пожарным присутствующие почтили память огнеборцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В имени всех присутствующих почётно караулу возложить картину к памятному знаку пожарным и памятной доске партизанам пожарным. В жизни всегда есть место подвигу. Месяц назад пожарный Иван Греченинов собирался на службу. В это время загорелось соседнее домовладение. Он спас всю семью и захваченного пламенем дома. Говорит, что подвигом это не считает. Сработала профессиональная привычка – выручать в беде. Крики соседки услышал, а я уже был одет полностью. Ну и я выбежал на автопилоте уже, как надо помочь. Я знал, что как бы… Знал планировку здания. То есть мне все вот эти вот как бы мелочи, они помогли очень. Поэтому среагировали быстро, вытащили всех, слава Богу. 2019 год выдался для сотрудников МЧС весьма напряжённым. Но благодаря слаженным действиям, а главное – профилактической работе, которая проводилась в муниципальном образовании, чрезвычайных ситуаций удалось избежать. Кроме этого ведётся большая аналитическая работа. По прогнозам ГО и ЧС, в предстоящем году природа может преподнести свои сюрпризы. За последние 10 лет радикально изменились климатические условия. И люди сейчас уже на себе ощущают, если средняя полоса России, в конце декабря идут плюсовые температуры. Но природу не обманешь. Поэтому мы готовы к тем проявлениям, причём эти проявления будут очень быстро и скоротечны. Они могут проявиться как в сильных осадках, могут проявиться в сильных ветрах, штормовых ветрах, при низкой температуре. Впрочем, уже и сейчас сотрудникам МЧС отдыхать не приходится. Впереди новогодние праздники, а это, согласно статистике, один из самых пожароопасных периодов. В эти дни все службы перейдут на усиленный режим работы. Руслан Душевский, Анапа, регион.